Теперь, меня зовут Ипай. Я убрал фамилию, убрал имя. Почему? Догадайтесь одного раза. Дело в том, что я не хочу, чтобы такие люди украшали этот мир. Она пишет, что я делаю мир лучше, сады красивыми, удобными, хозяев довольными, а планету цветущей. Я кандидат биологических наук, ландшафтный дизайнер. Я считаю ландшафтный дизайнер, это нашими врагами. Это люди, для которых вне вся красота дерева, за которые скрываются болезни, болезни искалечили. Это наши враги главные в садах. Ландшафтный дизайнер хорошо, когда нет плодов, а есть просто дикоросы. Вот там, да, а там, пожалуйста. Но еще не все. И этот человек, допустим, да, этот человек, написал 8 книг. И самое страшное, по обрезке плодовых деревьев. По обрезке плодовых деревьев. Это страшная и жуткая вещь, потому что он не понимает разницы между деревом, на котором нет ран, и на котором 10, 20, 40 ран. А потом, оказывается, у него профессиональный интерес. Что такое домашний хозяин? Во-первых, я написал, в искалеченном саду отрицательное биополе. Что оно знает про биополе? Оно и слова такого не знает. А я говорю, в искалеченном саду здоровый человек станет больным. И привел пример. Это как пытаться вводиться в палате реанимации. Вот здоровый человек, а есть в палате реанимации. Я бы такой лежал. Там лежат полутрупы. И я лежал полутрупы. Ну, было делать. Вот. Что-то медицин такая была, что чуть этот свет не отправили, когда вырезали желчный пузырь. Вот. И я лежал. Там здоровый человек, в лучшем случае, просто заболеет и успеет оттуда сбежать. То же самое происходит в искалеченном саду. Понимаете? Беру ее рекламу. Чтобы люди были довольны, она рекламирует приборы, инструмент для стрижки деревьев. А теперь представим себе, что вот пусть даже у вас не плодовое дерево, пусть у вас красивое декоросы. И вы берете этот самый, как бы пила не пила, кусторез, резали, резали, получились. А у нее есть такие? Это я просто один взял. Я только одну фотографию сделал. Прямо с экрана. А их там десятки. Вот. И мы сделали шары, пальметы, все это красиво сделали. И не дай вам, Боже, когда-то, где-то, если людей не научить, а я же не могу кричать на весь мир. У меня не слышно будет. Вот. У нас очень мало. Понимаете? И они торжествуют, потому что это их хлеб. Искалечить сад. Для меня красивая форма – это калечия, не сада. И обязательно яблони груши. Это еще декоросы. Они тоже деревья. Они тоже биополио обладают. А здесь калечия не идет тысячекратные. Здесь не задумывайся. И жить в этом саду нельзя. Вот это когда-то как донести до людей? Как? А ведь их еще донимают. Они книги пишут. Люди покупят этот инструмент. Это же реклама. А теперь представим себе, что Елена Савильевич вот этим занимается. Сейчас я немножечко про нее скажу, почему. Значит, вы ее знаете. Моя красноярская ученица, духовная дочка. Вот пишет, у меня новость. Завтра сдают печать мою книгу по садоводству. Ну вот, все-таки что-то в этой жизни удастся сделать. Я ее поздравляю. А теперь смотрите, я к чему говорю. Вот эту фотографию я сделал прямо с экрана. Это телеканал «Усадьба». Это где учат нас. Надо бы учить, как деревья спасать, сберегать. А там берут вот такую рану сделают. Оказывается, вот это правильная рана. А потом начинается работа с чем? Ну, вы же понимаете, теперь она искалечена. Ему я дед упал, теперь ждем под плюш, ждем воробьем. Так нет. И вот дождались. Здесь 100 тысяч подписчиков. У меня 14, кстати. 100 тысяч. Сразу посмотрело 50 тысяч. А так как это было за этот год, я река, еще 150. И этим всем людям внушено ненависть. Именно ненависть. Потому что, чтобы убить, а муравьи, муравьи на собственность, это разумные существа. Они по-моему, да, не уступают. Единственное, что у них где-то еще общий биополе. Общий разум. Потому что кайзоводенности и мозгов-то почти нет. А в сумме они такие гениальные строители, воспитатели. Ну, как у них фабрики, заводы. Вы понимаете? Вот. И для того, чтобы их уничтожить, нужно внушить ненависть. А вот этой дабе нужно на них заработать. Посчитайте, сколько этого добра вам предложат. И сейчас она будет говорить. Купите то. Считали? Считайте. Вот это все, чтобы их уничтожить. Вот. Проверенное средство. Она не ведет, что творит. Она убивает разумных существ. Пусть не отдельно в мураве, а безмозглые. А муравьиное сообщество. Которое защищает всю планету. Вся планета зависит только от муравей. Когда-то такие люди, которые вбивают башку. Ведь это же опять, вы понимаете, 100 тысяч подписчиков. А есть еще больше. Вспомните эту Ганечкину, которую я уже вечером вспомнил. Уснуть не могу. Сколько раз она с ненавистью учила муравьев не сажать. То уксусом, то этим. И вот тогда, дослата современных средств, а муравьида. А вот поползет муравей. Наступит на яд. Заползет этот самый муравейник. Муравейник мертв. Все, включая матку. А придумают, что когда не один муравейник мертв, а на всей планете мертвый. Через два года мы все умрем с голоду, а? Как тебе там, Лариса? И как по-другому с вами разговаривать, чтобы услышали? Это как бы крик души. Ведь ты сейчас, вот это внутрь, что люди все это купят, это будут уничтожать муравьев, а значит уничтожать деревья. А это же телеканал «Усадьба». Это если бы он взял и сказал, вот видите, мы специально искалечили дерево, отпилили, вот, теперь срочно надо будет замазать и ни в коем случае не повторять. Нет, ребята. Вот сейчас-то после этого, сейчас примерно половину сечения за одну землю будет заморожено, половину этих проводящих путей, которые мы называем этими самыми, ну, по-всякому, но самое подходящее название – сосуды. Проводящие сосуды половину выберзнет, половина останется, будет еще снабжать какое-то время верхушку. Но там теперь уже иммунитета нет, листочки слабенькие, и вот тогда начнется пир. Пир для тли, потому что она теперь не отравится. Не было это рано, она бы отравилась. А рано есть, а муравьи полезут, потому что на халяву. Вот это страшная вещь. Понимаете? А теперь скажите, представим себе, ну, вместе Елену Савиничу, которая сейчас книгу пишет, представили, что она вот этим торгует? Всем вот этим и говорит, купите муравьи, это такая пакость, это, это, то есть надо бы просто, ну, ну, и что же, и что же, а дерево не холодно, не жарко. Ну, они-то, главное, защитники, от них зависит здоровье дерева, прежде всего. Ведь не искалечить его, это еще не значит, что муравьи не нужно, если не искалечить. Это надо, как я, наблюдать, ходить, наблюдать, наблюдать. Для одной твинки они ползают, немножко, два-три муравьяное дерево, посмотрите, это дежурное, это патруль, не дай боже, жучок, тоже это будет скинуть вниз, прям воровень. А теперь, чтобы я не был голословный, вот этот человек, если подружился, это новый человек, который попал ко мне, случайно-не случайно, доказал садоводство по реализову, вот, и вот это, а то написало следующее, ладно, осень уже лет на купорос, а теперь держитесь, что было дальше, вот это проще, я уже читать, у меня язык не поворачиваю, и вот это все, в течение лета, она, у нее дырчат, то есть на абрикосах, абрикосы, естественно, я не сомневаюсь, что абрикосы куплены, кажется, в Саратове, что ли, ну, короче, в Средине России, что они могут быть гарнированы, ну, ну, и смотрите сами, вот это все, это же за полмагазина закупила, кто в этом виноват, это вот такие вот, она же не просто выдувала, пришла бы, говорит, «Ну, дайте мне что-нибудь там от этих, от дырчатости». И, она наверняка читала, Олег слушал, Олег все брала, тетрадь, ручку и записывала, потому что это же не просто так. Дудок, Эпин, Экстра, Абигопик, Децесс, Карате, Абигопик, Аллатар, сейчас еще для себя добавлю, Скор, Биатлин, Железный Купорос, но, очевидно, А теперь вы знаете, от чего карате? Нет? А вы знаете, это самое, именно карате. И еще, еще, сейчас, 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 где-то еще видел. Ладно, с меня карате хватит. Итак, карате, это сильный яд, в данном случае сильный яд, в данном случае от насекомых и, прежде всего, от ли. понимаете? И что, когда им льешь, 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 отравляешь вокруг почву, ты что-нибудь вылечил? Вот так вот. отравливая почву от нее вреда больше, чем от пользы от всего этого. А почему я так говорю? Ребята, у меня абрикосы, у меня их много. Абрикосов за все годы у нее не было ни одной клетки. Я беру я беру один из случаев исключения из правил, но требует отдельного рассмотрения. Почему? Потому что это было там, где нет, не было дерна. То есть, все наоборот. Где не дерна, где черный парк, там казалось бы, откуда взяться муравьям. Все наоборот. Вот там была тля. Муравьев, кстати, не было, тля была. Вот. То есть, даже этого хватило, чтобы дерево, деревья слабли. И так далее. Значит, а вот еще лотарь. Это тоже отли. Лотарь и карате. Значит, что получается? Она потратила очень большие деньги. Чего она добилась? Если не суждено абрикосов там жить, он будет болеть сам по себе. Не надо его доводить на вот этого. На вот этого. И не надо его лишать защиты. Почему? Потому что если абрикос и тля не трогает, здоровый абрикос, достаточно есть злобных существ, которые начнут грызть листья. Вот. Сто процентов. Вот только самые здоровые абрикосы их вообще не трогают. Я показывал десятки фотографий. Я показывал целые фильмы, где на абрикосах на тысячах-тысячах листьев нет ни одной дырочки. Ни одной дырочки. Это идеальный случай. Но для этого надо было абрикосы приучить именно к моему месту. А вот. А вам что, посоветовали, и вы взяли и пошли скупать магазин. Вот. так, теперь следующая тема. Это касается, я плохое, хорошее все вижу в это. Ничего не упускаю. Это моя первая самая мощная, нет, не первая, а самая культурная Вишня-Жуковская. Привез с Украины. Вот как привил, так и пошло. Больше ничего с ней делал. Вот. Потом уже, когда прошли десятки лет, двадцать лет, я заметил следующее. Она начала, ну, как бы сказать, портиться. Почему? Ну, понятно. Это место особо опасное, особо не защищенное. Это, вот здесь вот. В этом году, когда стало уже вот так, в прошлом году. Видите? Я это к чему говорю? Вот. Против лого нет, прямо. Если уже сделал прививку, в мире с тем, что это получается уродливая крона. Именно уродливая. Уродливая. То есть, это не семечка, где хоть более видишь, там есть, вот, там, там, хотя его, даже если не берешь сиката руки, там более 30 сантиметров, 20, может даже метр быть штамп. Это его природные условия. Потом и до этого дойдет. Обослуем. А пока я скажу, привитое дерево, чего, я сейчас покажу, вы будете в шоке. Что-то показывал, что-то нет. Специальная подборка. Поняли? И срок, короче, оказался, потому что привитое дерево, это и 2 литр. Значит, это еще дерево живо. Это один из рекордсменов, 30 метров. Так. Это Артем. Артем 2, 30 метров. Это, оно достаточно молодое, его не больше 25 лет. Вот. Значит, спасти его удалось. От, ну, ветки отсыхали, вы же видите, отсыхали. Но ран до конца я не делал, оставлял бельочки. И оно, слава богу, помирать, пока не собирается. Пока. Оно, конечно, выглядит, оно было посажено за холл. Оно выглядит очень даже страшно. Почему? В себе раз. Нижняя часть под снегом. Все равно понемножечку начинает отгревать. Тут уж ничего не поделаешь. Ничего. Я тогда в отчаянии написал. Любое, привитая идея, это говорит, это надо воспринимать достоинство и надо данность. Это такая жизнь. Вот. Ничего. Обычно не обращают внимание на нижнюю часть. Вот. Обращают внимание на ветки, которые начинают отсыхать и начинается. Что? Ну, у тебя я вот это письмо опубликовал. Что начинается? Совершенная, ненужная, бесполезная работа по высажению дерева, потому что оно, кроме всего прочего. решается Буравьёв. Вы что думаете, ему муравьи не нужны? Буравьёв. А, у меня под каждым абрикосом муравейник. Ой, ёпки. Надо подборку сделать. Вот, не под всем. Ну, у меня есть тут 20 фотографий, где по деревьям муравейники. Но сейчас уже снег не смогу сделать, жалко. Вот. Обязательно здесь обязательно охрана. Это охрана. муравейники. И тогда порыскивания только вредить. Раз. Так. И не нужно бесполезно, потому что всё определяется вот этим местом. Это контакт с землей. Привитое дерево не имеет штаба. Точка. А штаб имеет подвое. И казалось бы, железо. Ты чё зло жду зихов. Посмотри. До высоте 30 сантиметров многие советуют. эти два классика советуют. Вот этот штаб 30 сантиметров всё. И получай. более сюда терный земля. песчаную. А если да, это самое просто сливу абрикос примешь. Вот тебе готовые основания штаба негниющая. Да, правильно. Негниющая. Только век короткий, потому что несовместимость. А работать, чтобы совместить на 100% сливу с абрикосом, это как-то извините, никого в голову не придумает и приходит. Вспомните массовая гибель, когда поливают песчаную вишню, крупнейший питомник, потирает руки и дурит тысячи людей. Дежит на истории садоводства, потому что когда-то будет несколько, одна из них будет называться историей садоводства, но пожале не зову. Настоящую историю. А история вот она, в моем саду. Дежит метка была отрезана. А что нет? С тем я был назвать себя дураком, смояться будете. Назовем ведет наивный. Отпилил, отпилил, и дерево начало загибаться. Но оно не просто начало загибаться, здесь очень неудачный ракурс, ребята. Видите, ветку в бок пошла? Совершенно свежая. То есть, в той части, где здесь все переберзло, вот так вот. Ну, эти грибы, почему? Потому что вертвичина под ними. А вот та венка толстая, вот она, вот она, вот она. Она прекрасно плодоносит, потому что она с целой части пошла. Так? И берем дальше. Но это было не сразу. Вначале, когда это начало загибаться, обрастать этим самым вертвичиной, вот, только задняя часть еще продолжала функционировать, дерево продолжало плодоносить, но ветки начали отсыхать. Что я сделал? Я целиком не отпилил, а сделал вот так. И тогда вот эти деревья, отпилилые ветки, они не стали ухудшать базостойкость всего дерева. Убедились? Вот. Еще раз смотрим вниз. Вот она нижняя рада. Вот это действительно смертельно. Не хватало еще тут. Вот тут рады слева и тут рады справа. еще раз с той стороны третьей рады. И тогда в дерево хода. Но дерево начал готовить замену, вот оно пошло в бок. Вот так вот. Можно если заходим? Так. Это можно сразу догадать, что таким деревом быть не может. Это не мое. Вот так постепенно эта груша начинает загибаться. Вот вот так их доводят до ума, то есть помогает их загнуться. Вот таким вот образом. Вот сейчас прошу секундочку, ее нужно отойти буквально на секунду, если не совсем здоров. А вы пока любуйтесь, какая связь между низом и верхом. Посмотрели, убедились, а след здесь прямая, ослабление дерева. Вот так вот. И я делаю сейчас победе. Мы серьезным делом заняты. Мы историю садоводства разбираем. А есть люди вроде Курдюбова, которые уже как бы классик и как бы уже история садоводства, и он же наш современник. Давайте смотреть. Основание штамба самое веземное место, пишет Зеленов. Так? А Курдюбов однажды мне присыл статью, еще когда над книгой работали. Так? Вот. И там было почему-то меня это так страшно удивило, потому что там получалось, что ученые обследовали и нашли самое слабое место все-таки штамбу дерево? Ни ветки, ни скелеты, ни дяди, именно штамб. А что тут гадать-то, если дерево берешь, переносишь на север за тысячи километров, да еще там оттуда, где было сухо, туда, где сыро. Вспомните Питер, вспомните 20 тысяч абрикосов, посаженных в Эстонии. Что с ними стало за несколько лет? Вспомните Санкт-Петербург, крупнейший сад, 15 тысяч абрикосов, где они? Это все делают без ума. Нечего туда соваться, где делать нечего. Для любителей можем и холмики индивидуальные сделаем, так? Ну, а дальше я все это рассказывал. Не все так плохо. Так вот, спасибо за статью, а сейчас смотрите, как я беру в союзнике, сейчас увидите. Ну, вот это понятно. Недович к этим листикам, к этим веткам огромный, так же, как муравьев. Естественно, это в моем саду, естественно, она не может не быть. Вот, почему? Это листовой аппарат. Как можно считать, что он лишний, что он отнимает силы, когда он дает самое главное, глюкозу? Да, Николай Иванович? Я спрашиваю, чем они мешают? Но современное садоводство, извините, включая, помните, вы после таберезовки с их злобой к железам, посмели заступиться за дизельские скелеты? Как посмели? Как посмели? Ведь это же истина последней станции. Штамп 90 сантиметров от того, что они отличают привитое дерево, которое по генетике не штампа от непривитого, от сердца. Это такое невежество, это какое-то оно. воинственное страшно. Готово все на это, что угодно, только чтобы, не дай Боже, новая мысль, не дай Боже. Вот это, вот так оно должно быть. Далее, потом покажу, частичная обрезка, составление вот таких вот, видели? Это когда дальше будут занимать силу дерева, то есть все хорошо в меру. Для студентов будущих, смотрите, я потом вернусь к Орнемуру, потому что мне понравилась его книга. Для студентов будущих, как получился этот пень? абсолютно живого дерева. Больной не больной, я думаю, он скромненько так, 15-20 давал последние годы. Вот, скромно так. Вот, но уже, конечно, часть силы потерял. Почему? Попробуйте догадаться, я же говорю, это для студентов. Что здесь случилось? Почему оно с одной стороны гнило? А я скажу, с этой стороны было, были ветки, которые когда-то я, Железов, как все вы, я же говорю, мы, вот, по истории садоводства, все вы, обрезали заподлицо, вот так, жихте нету, заподлицо. Юрий Владимирович, брат мой родной, скажи мне, пожалуйста, как ты мне прислал ссылку, помнишь, это было? Отрезать начисто, то есть, это продолжает, никто не понимает, что из этого происходит, когда тут у основания страшные раны, а уж говорить про абрикосы, про груши, это, чуть ли сказал слово на букву П, а теперь смотрим, я же патологоанатур, я должен за базар отвечать, смотрите, чистейшее, я тоже спилил, но я еще рассказываю, мне вынужден пилить и на фон свой, личный, причем уже фактически ранированный, ускоренный местопами, ранированный, и я абсолютно здоровое дерево, согласны, дед, ну-ка, не просто здоровое дерево, здесь еще рос, пошел там, почка пошла сбоку, это махнический корневой отводок, и тоже абсолютно здоровый, то есть я его не выпиливал, почувствовали разницу, здесь целиком не убирал, здесь было убрано более старое дерево, а это уже когда я поуглел, не начитал, судя за слово, нагляделся в собственном саду, вот это все чисто, а если бы вот это я бы раньше бы ага, караулы подвой, значит мешает, я бы его уничтожил бы, было бы вот это, а если я еще вот так вот со злобой, как вот полагается, все бы это вырезал, вырезал, так полагает, вырезал, не пригласил домой специалиста к себе в сад, прикинулся бы этим самым новичком, и он бы взял бы секатор, пилу, все бы вырезал, сколько мы таких фильмов досмотрелись, а, вспоминай, все бы вырезал, и тогда бы получилось, не только с одной стороны все сгнило, а он бы весь бы сгнил, но это еще не все, а вот еще один, смотрите, это тоже я выпил, но я еще раз говорю, я освобождал место, смотрим, ранка есть, есть, видите, комментарии нужны, смотрим, вот здесь вот было две, вот эти кругленькие остались, они были мной срезаны, заподлицо, так, и туда, через них, это как бы слабое место, потому что, если здесь вокруг, смотрите, здесь вокруг, что мы имеем, мы вокруг имеем защиту, каракады и так далее, что мы имеем здесь, мы имеем дырку в защите, кто спорит, только еще пример, от фута лагодатова, посмотрите, трещинка к чему привела, трещинка, и все, бороз, древесина стала хрупкая, и все, бороз оказался в самой сердцевиде, а потом, вы знаете, оба человеку скажут, у меня такие фотографии сотни скажут, гриб трутовик, а гриб трутовик, это, это, это в самом центре, поселяется в самом центре дерева, и вам еще скажут, вот такой же список дадут, скажут, лечите, это полупсерезе, а вот это мне нравится, знаете, почему, это какая-то каракатица, это тоже в моем саду, вот скажите мне железо, как, это могло вырасти, я ему не мешал, прививка, два, две пучки, обычно две, да я вижу справа вот одна, она потом стала каракатицей, слева вот это вот, просто вот, вот, для чего это, да потому, что, не дай боже, и стоит вам пригласить, а я уже не себе, я к себе приглашать не буду, но если вы пригласите специалиста, он с вас возьмет за это пять тысяч рублей, возьмет хорошо доточенную эту ножовку, дальше не говорить, вот так вот, я написал, это плата за издевательство, чурминя, искать логику формирования крон привитых деревьев нельзя, но злоба к этим, вот эти вот, побеждает, оно прекрасно плодоносит, оно последний год, вот этот рекордный, да, ну-ка, 22-й, да, 22-й год, октябрь, вот, если вы увидите, тысячи костики сейчас лежат, мы не смогли собрать этот бешеный урожай, ну, слава богу, я хотя бы это не выпиливал, а мне интересно, что дальше будет, это просто пример того, что когда прививаешь, это насилие такое, что дерево растет, казалось бы, без всякой логики, у него внутренняя логика есть, куда идут проводящие пути, где, с какой стороны солнца, с какой тень, посмотрите, сколько на нем ран, посмотрите, какие морозобойны, это все влияет, а даже не зря вот так вот буквой ЗЮ пошло, или буквой Г, ну, разве можно его трогать, ну, чем, чем обни устраивать 20 ведер с дерева, ну, чем, вот, вопросы еще задали, как все чувствуете, еще один человек не смотрит вебинар, вы же видите как, воюю, воюю, по-другому не могу, я пробовал перестроиться, итак, искать логику формирования привитых деревьев нельзя, главное оставить их в покое, а вот это вот чуть-чуть другая тема, ну, вы же знаете, мой конек, вот здесь у меня получилось так, что вот эта ветка позже, позже вылезла, прямо непонятно, нет, не так, непонятно где, то ли подвой, то ли плевой, понимаете, вот, и у меня столько этих чудес теперь в саду, крупные отборные сливы, крупные отборные вишни, только потому, что есть такой участок, который называется Хибера, там где все, половину этих, часть региона от подвое, часть от прямой, а если удача от подвое, приводосокость, от прямой, культурность, это же интересно, сна, и у меня почти сейчас на всех деревьях, грешен, ребята, ой, как я грешен, как я грешен, иди, мне это вначале было любопытно, я потом, господи, что же это такое, да вот же причина, нельзя отрезать целиком, ну, если оставить вот так, тогда получается можно, да, ну, и не вторая причина, почему я оставляю, у меня до сорока грамм, до двух, этих самых, банджурских априкосах, банджурских, до сорока грамм плоды вкуснейшие, а до них, когда-то прививки были сделаны, они давно мертвы, эти прививки, а разве не интересно, а я как бы вас забаниваю, давайте смотреть на это не как на трава, а как на будущее чудеса, убедил, говорят, железом болеет, это еще не факт, что я болею, можно болеть, и можно творить чудеса, еще одно злоба, ну, не удержался, еще раз, показывал один раз, сегодня я несколько новичков обещал обыть, почему я пишу, что про злобу, почему так резко, сбросили ли стресс, тоже в души, да, ненависть, а участок, где-то сгреба, где-то с 20 соток, все листья, одну кучу, а помните, я показывал, фильм показывал, подграбь показывал, соседа потерял, пугал его, штрафом 50 тысяч, на сухом поле, сгреб вот так же и пожег, и ветер, и мозгов, ничего, главное, я всегда уважаю людей, за то, что они специалисты, мой сосед Саша, и вы уже даже догадываетесь, не раз я даже показывал, вот, про хорошо издаля, мой сосед Саша, великолепнейший телемастер, а для меня телевизор, это как, знаете, я расстреляю, я все равно, это раньше я мог, хотя бы там, какой-то, лампу посмотреть, сгорело, не сгорело, вот, сейчас, подходить даже не буду, а вот это стало нормой, жгут до сих пор, даже не боятся этих самых, а вот обойдется, даже не боятся пожарников, но главное, они деревья, обесценивают, они деревья, обворовывают, лишая их, это часть деревьев, нельзя этого делать, а я, почему Канечку вспоминаю, так, кто-то помнит, когда это Платонова, написала, застучу Канечки, у него в сотни раз больше просмотров, а вы кто такой, железу, у него в сотни раз больше, и плюс еще телевидение, у меня есть то писло, потом покажу, когда для него зайдем, вот, но это не значит, что если она, и имея такую аудиторию, и известность, она взяла, сгребла, то же самое, она не знает, что листья, это не ее, это дерево, не воруй, это только одна из ее, этих самых, причуд, которая заставляет, относиться к ней так, понимаете, и вот соседи, ну их же научились, не просто так, и нам надо нашел, вот тут фотографию, а когда надо было, не мог найти показать, настоящая, Кодовая Сибирь, настоящая, предгорье, сколько здесь геопатогенных злот, вот, это поселок, деревня, поселок Сизая, а слева, кратцев утром, несколько километров отсюда, просто красивый Сибах, но вы чувствуете эту жуть, чтобы мне, как этот самый, татарин, татарские ученые, вот, почеты, оградов, кандидат наук, а, пойми бы называть, вот, и покупает у железного саженца, к чему он ко мне привязался, я с ним не дружил никогда, и не враждовал, потому что у вас они, в средней полосе, заберзнут, посмотрел с железом, как эти, самые, а сейчас же ничего не скроешь, средняя зимняя температура, на 8 градусов у меня холоднее, вот вам фотография, и вот мои слова, как говорится, за базар отвечают, на 8 градусов, ну, тогда получается, что, надо от многих вещей отказываться, если уж здесь это реальность, тогда давайте и там, ворачиваю то же самое, тоже можно покупать дерево,